МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Первый Карагандинский в студии Гульнур Жакин. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. Житель Караганды Тахир Закизьянов спас от огня трех детей. Пожар произошел днем в трехкомнатной квартире 12-го микрорайона Караганды. Спасатели намерены наградить мужчину. Компания Артелор Миттал Тимиртау подала в суд на правозащитников. Администрация обвиняет общественников в дестабилизации работы шахт во время забастовки. Надейся на лучшее, но готовься к худшему. Такое заявление сделал заместитель Акима области Анатолий Шкарупа в ходе выездного совещания, посвященного подготовке к весенним паводкам. Житель Караганды Тахир Закизьянов во время пожара спас трех детей. 7 февраля в 13.57 поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном жилом доме в 12-м микрорайоне Караганды. На момент прибытия пожарных подразделений происходило горение в зальном и спальном помещениях трехкомнатной квартиры, расположенной на четвертом этаже. Соседи сообщили, что как только почувствовали запах дыма, позвонили в противопожарную службу. И зная, что в квартире находятся дети, начали предпринимать меры по их спасению. Тахир Закизьянов, живущий на третьем этаже, скинул на улицу ковер, который соседи растянули для страховки. Затем со своего балкона поднялся на балкон горящей квартиры и дотянулся до окна, за которым плакали дети. Случайно услышали крики. Жена выглянула в корточку, увидела, дым идет, и дети из корточки высунулись. Она кричит, там пожар. Выбежали на балкон, скинули палас. Люди внизу палас расстелили, натянули. Я по балкону залез на четвертый этаж, маленькую девочку взял в руки, передал жене. А двух пацанов аккуратно скинул вниз на палас. Дети не пострадали. Они были доставлены в больницу с предварительным диагнозом отравления угарным газом легкой степени. Но после осмотра отпущены домой. Пожарными из подъезда было эвакуировано 15 человек, в том числе двое детей. Принятыми мерами пожар был ликвидирован в 14.48. Общая площадь горения составила 20 квадратных метров. Всего в тушении пожара было задействовано 33 человек и 7 единиц техники. Причина пожара – это детская шалость с огнем. Напоминаем жителям об опасности оставления маленьких детей без присмотра взрослых. Если же такая необходимость возникла, нужно предупредить детей об опасности игры с огнем и также научить правилам поведения при етиричанных ситуациях. Областной департамент по чрезвычайным ситуациям намерен направить ходатайство о награждении и поощрении Тахира Закизьянова за спасение детей при пожаре. Андрей Тензо, Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Компания «Арселор Миттл Тимиртау» подала в суд на правозащитников. Администрация обвиняет общественников в дестабилизации работы шахт во время забастовки, которая прошла в декабре прошлого года. Повестки в суд получили руководители двух общественных организаций «Шахтерская семья» и отраслевой профсоюз работников топливно-энергетического комплекса Карагандинской области. Руководитель общественного объединения «Шахтерская семья» Наталья Томилова считает, что руководство «Арселор Миттл Тимиртау» не могло придумать ничего лучшего, как объявить войну правозащитным организациям. В исковых претензиях отмечается – правоведы препятствовали прекращению забастовки. Отнеслась к этому, в принципе, это не был неожиданный удар, это было ожидаемо, вполне ожидаемо, потому что такая компания, она, конечно же, не успокоится на этом и, естественно, будет искать виновного. Винователем будет всех, кроме себя, обвинять всех, кроме себя. Моя роль была представителя. Представителя. Я представляла интересы людей, которые мне доверили. И как представитель, в соответствии с гражданским кодексом, я имела право находиться рядом со своими доверенными лицами и имела право разъяснять им их права, обязанности, и, значит, оказывать всю необходимую помощь юридическую, что я, собственно говоря, и делала вместе с Синятскими медицинами. Среди ответчиков и профсоюз семертауских металлургов Жактау. Как сообщил по телефону председатель правкома Виктор Щетинин, во время забастовки шахтеров профсоюз металлургов поддержал требования горняков. Все действия были законными. И свою правоту металлурги готовы отстаивать в суде. Мы получили повестку сегодня утром, 13 числа мы в суде встретимся. Мне просто интересно посмотреть в глаза представителям работодателя, чем выделено, по крайней мере, в отношении нас. Мы разово развезли по всем шахтам, приобрели за счет профбюджета продукты питания и отвезли на все шахты. Иск от компании Артеллур Миттл Тимиртау принят в производство. Досудебное заседание назначено на 13 февраля. По словам правоведов, они уже готовят встречные ходатайства и будут отстаивать свои права. Мирамгуль Салкимбаева, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев. Первый Карагандинский. В регионе начали подготовку к весенним паводкам. В поселке Габидена-Мустафина состоялось выездное совещание, на котором обсуждались мероприятия, посвященные паводковому периоду. Заместитель Акима Карагандинской области Анатолий Шкарупа заявил о необходимости готовиться к худшему раскладу. Место проведения совещания было выбрано не случайно. Переезд, который находится на дороге между Тимиртау и поселком, представляет угрозу. Заместитель Акима Карагандинской области Анатолий Шкарупа отметил, в настоящее время демонтаж данного переезда является первостепенной задачей. Работы по демонтажу запланированы на конец текущего месяца. Задача такая. Конец февраля, начало марта мы должны заняться вот этой переправой, вот этим переездом и нормально демонтировать. Демонтировать именно основное русло, не вот те водопропуска, которые там находятся ближе к Габидену-Мустафина, а именно демонтировать по основному руслу. Почему мы ставим вопрос по демонтажу вот этого переезда? Потому что здесь создается искусственная преграда, и вода в ту сторону уйдет и подмывает Габидену-Мустафина. Вот для того, чтобы исключить эти риски, вот эту переправу мы должны совместными усилиями демонтировать. Чиновник рассказал о проектировании четырех дополнительных водохранилищ на территории области, которые будут расположены в Каркаролинском, Осакаровском и Бухаржравском районах. Водохранилища будут использованы для накопления паводковых вод, а позже и для нужд сельскохозяйственной отрасли. Заместитель Акима области отметил, все эти мероприятия реализуются в рамках республиканской программы, бюджет которой превышает 2 миллиарда тенге. Уже даже на выходе с экспертизы, но предварительная сумма, которую проектом предусмотрено, 2 миллиарда 260 миллионов тенге именно на санацию, на спрямление русел рек на этих паводкоопасных реках нашего региона. Кроме того, я хотел проинформировать, у нас по линии накопления паводковых вод, это такая большая республиканская программа, проектируется строительство четырех водохранилий дополнительным для того, чтобы удержать паводковые воды, для того, чтобы накопить паводковые воды, не дать возможности собраться им всем в одну мощную реку и потом всем проблемы создавать. Мы планируем их, грубо говоря, накапливать и потом постепенно использовать для сельского хозяйства. По словам заместителя Акима, прогнозы КАЗ Гидромета благоприятны, однако это не дает повода ослабить подготовку к паводковому периоду. Он отметил, на территории области были сооружены 25 километров защитных валов вокруг регулярно подтапливаемых населенных пунктов. 262 гидротехнических сооружений взяты на контроль. Все мероприятия по подготовке к весенним паводкам реализуются совместными силами Акиматов городов, районов, а также департаментом по чрезвычайным ситуациям. Тохжан Лянова, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В некотором царстве жили король и королева. Росли у них три дочери принцессы. И вот однажды злая колдунья предвещала, что принцессы заболеют инфекцией. Но король с королевой узнали, что волшебная вакцина спасет их детей. И они никогда больше не заболеют. Завтра я поведу вас на прививку. А теперь пора спать. Подготовлено Национальным центром проблем формирования здорового образа жизни Министерства здравоохранения Республики Казахстан. К другим новостям. В нынешнем году в сфере образования Карагандинской области будет запущена система электронной аттестации педагогов. Начнется работа над электронной биржей труда и электронным приемом в первый класс. Об этом руководитель областного управления образования сообщил на брифинге в региональной службе коммуникации. Успешное развитие системы образования во многом зависит от цифровизации. Руководитель управления образования Есенгазаи Монгалеев отметил, что в Карагандинской области цифровизации охвачены все уровни образования. Начиная с постановки в очередь в детский сад и заканчивая выпуском специалистов из колледжей. Кроме того, в нынешнем году все основные и средние школы области будут работать в системе электронный классный журнал. И это далеко не все. В этом году также будет запущена система электронная аттестация педагога. Начнется работа над электронной биржей труда и электронным приемом в первый класс. Все это позволяет нам предупредить коллекционные риски, значительно сократить время родителей на оправдание ребенка в детский сад или в первый класс, разгрузить учителей от введения бумажной школьной документации и отчетности и увеличить время на творческую работу, а также сэкономить бюджетные аспекты. Главный учитель области также рассказал о мерах, которые позволят нормализовать материально-техническую базу средних школ. Не секрет, что некоторые учебные заведения расположены в откровенно аварийных зданиях. На сегодняшний день доля аварийных школ по области составляет 0,4%. Ввод в эксплуатацию трех строящихся школ, это в двух районах, это Лутавский, Автогайский и в городе Тимиртава, позволит полностью решить проблему аварийности. Кроме того, с целью предупреждения аварийности школ ежегодно увеличиваются средства на проведение ремонтных работ. Если в прошлом году на ремонт организации образования было выделено 4,5 миллиарда тенге, то в этом году более 5 миллиардов. В ходе брифинга также были обсуждены вопросы инклюзивного образования, а также повышение качества обучения, доведение его до мировых стандартов. Вместе с тем руководитель управления образования сообщил, что в настоящее время ведется работа по созданию ситуационного центра. Это придаст работе системность, позволит своевременно выявлять проблемные зоны и принимать эффективные управленческие решения. Андрей Тен, Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. С начала отопительного периода в Караганде погибли три человека. Среди них два ребенка. Количество пожаров в частном секторе Октябрьского района увеличилось в два раза по сравнению с прошлым годом. Такое заявление сделали сотрудники управления по чрезвычайным ситуациям Караганды на специальном брифинге. С начала отопительного сезона угарным газом отравились восемь человек. Три случаи из восьми закончились летальным исходом. В период с первого января по сегодняшний день от отравления угарным газом пострадали еще два человека. Один погиб. Также возросло число пожаров. С нового года зарегистрировано 92 пожара. Большинство из них произошли в Казбекбийском районе. В целях сокращения числа пожаров сотрудниками управления по чрезвычайным ситуациям проводится массовая разъяснительная работа. С начала отопительного периода еженедельно каждую субботу сотрудникам органов гражданской защиты проводятся рейды, мероприятия, подворные обходы жилого сектора с вручением памяти. Мы надеемся, что снизится рост пожаров. Получается, что с начала этого года уже за месяц и 10 дней рост пожаров у нас зависит. Аж на 30 пожаров. Суровые морозы прошли, а последствия остались. В Караганде на 23 участках дорог затруднено движение. Следует отметить, что за обслуживание автодорог города ответственным является коммунальное государственное предприятие благоустройства. Помимо этого, ранее возникали проблемы с выбором мест складирования снега. По словам начальника отдела ликвидации управления по чрезвычайным ситуациям Караганды Куаныша Муталапова, в этом году данная проблема нашла свое решение. В этом году это все устранили. У нас основные, где складировать снег, у нас сейчас 5 точек. Это Михалкин, Юго-Восток, Пришахтинский, Майкудук, Сортировка и Новый Михалкин. В принципе, от них пожарная палка у нас угрозы никак в городе уже не предоставляют. Также специалисты управления по чрезвычайным ситуациям настоятельно рекомендуют не употреблять спиртные напитки во время рыбалки. Тоже Анлянова, Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. У карагандинцев появилась возможность вспомнить этапы становления родного города. В областном историко-краеведческом музее состоялось открытие выставки «Казнала Кендакала». Вниманию посетителей музея были представлены экспонаты, символизирующие различные эпохи. В канун дня рождения Караганды сотрудники областного историко-краеведческого музея организовали выставку и круглый стол, чтобы напомнить жителям города о пожелтевших страницах истории. На выставке «Казнала Кендакала» переплетается прошлое, настоящее и будущее шахтерской столицы. Зал полный экспонатов свидетельствует о насыщенной событиями жизни индустриального края. По словам доцента исторического факультета Карагандинского государственного университета Камбат Абдрахмановой, подобные мероприятия нужно проводить чаще, чтобы каждый горожанин знал и гордился достижениями родного края. «Если рассматривать весь срез до сегодняшнего дня Карагандина добилась немного. В историческом срезе, конечно, очень молодой город, но тем не менее 84 года – это немало, как говорится, лет. Больших успехов добились мы сегодня. Являемся главным городом сегодня на территории Казахстана по экономическим, социально-политическим показателям, в культурном плане, в культурном развитии. Поэтому я считаю, что сегодняшние события очень значимы. Такие мероприятия надо проводить. А пусть даже не юбилей, но тем не менее предюбилейный, потому что в следующий год будет юбилей нашему городу». Среди приглашенных гостей были и сотрудники областной универсальной научной библиотеки имени Гоголя. Светлана Медведкова считает, что главная цель выставки – демонстрация богатой истории Караганды молодому поколению. «Мы сегодня собрались здесь для того, чтобы рассказать об этом молодежи, чтобы они знали историю нашу, с уважением относились к нашим предкам, узнавали также и культуру нашего города. Цель вот этой выставки, я думаю, в этом заключается». На выставке собрались ученые, краеведы, специалисты архивов и библиотек, а также студенты вузов и колледжей. Каждый из посетителей смог вдоволь насладиться красочными и информативными презентациями о жизни города. Тохжан Лянова, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Это были все новости на сегодня. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Аман Сау Волмстар. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова